Здравствуйте! В эфире программа «Безопасный город», где мы расскажем вам о происшествиях, случившихся на территории нашего региона и о том, что делается для безопасности наших жителей. Смотрите прямо сейчас. Убийство матери на глазах ребенка. Завершено расследование громкого уголовного дела. Ее можно было спасти. Вынесен приговор убийцы 9-летней школьницы. 16 человек утонули. Как не допустить новых трагедий, решают спасатели и представители власти. Зебра небезопасна. Несколько происшествий с наездами на пешеходных переходах произошли на этой неделе. Безопасность на дорогах. Служба ГИБДД отмечает 80-летний юбилей. Завершено расследование уголовного дела об убийстве 26-летним мужчиной, своей супруги и ее бабушке на глазах 4-летнего ребенка. Трагедия произошла еще 29 января в Брянске на улице Дружбы. Пьяный муж ворвался в квартиру бабушки своей супруги, зарезал жену Марию и тяжело ранил пожилую женщину. За ее жизнь больше двух месяцев боролись медики. Однако 9 апреля она скончалась. Алексею Семьехину предъявлено обвинение в убийстве двух человек. Он продолжает утверждать, что пришел мириться, но зачем-то с ножом. Более того, убийство он совершил на глазах у 4-летней дочери Марии от первого брака. Сиротами остались двое маленьких детей. В ближайшее время уголовное дело направят в суд. На этой неделе вынесен приговор по еще одному громкому уголовному делу об убийстве 9-летней школьницы в Навлинском районе. 53-летний Александр Цхай признан виновным. Следствием и судом установлено, что 1 сентября 2015 года днем Цхай, находясь на территории частного домовладения в Навлинском районе, нанес один удар отверткой в висок 9-летней девочки, причинив несовместимую с жизнью травму. Затем на автомашине он вывез потерпевшую в лес и спрятал в куче мусора, хотя она еще подавала признаки жизни. Для чего именно сюда поехали, а не в больницу? Я думал, она уже мертвая, она умерла. Потому что она признаков жизни, когда у нее даже ни дыхание, ни глаз не дернулся, ни ручка, ни пальцы. Ну, короче, ну вообще, признаков жизни абсолютно не было. Но вы когда сюда приехали, говорите, что она подавала признаки жизни. Почему положили туда, а не отвезли опять в больницу или не сообщили родственникам? У нее уже с рта и пена пошла, кровь пошла. Вечером, проезжавший мимо, велосипедист услышал стоны и обнаружил школьницу. К сожалению, спасти ее жизнь медикам не удалось. После задержания фигурант уголовного дела сначала заявлял, что причинил смерть девочке по неосторожности. Якобы он случайно толкнул на доску с торчащим из нее гвоздем. Позже Цхай признался, что причиной совершенного преступления стали угрозы девочки, которая расценила его слова как попытку посягательства на половую неприкосновенность и обещала пожаловаться матери. Лезть в трусики, там трусики снимать, или там будет что-то, что-то пилое. Я не помню, как я там вырослся. Что-то еще я ей как-то, как-то, ну, пацанок. И в процессе этого разговора она неправильно меня поняла. И она тогда поняла так, что вы ее как-то, ну, домогаете ее. Вот, наверное, вот так она поняла. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 19 с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особо в режиме. В Брянской области утонули пять детей от пяти до двенадцати лет. Трагедии произошли в Трубчевском, Почепском, Брянском и Клинцовском районах. Большинство оказалось на водоемах без взрослых. В четырех случаях потерпевшие не умели плавать. Одного ребенку удалось реанимировать. А тело 11-летней девочки из Трубчевского района водолазы нашли только спустя шесть дней. В поисках участвовали 27 человек и 10 единиц техники. Напомним, трагедия произошла 24 июня в поселке Белая Березка Трубчевского района. Девочка с друзьями пошла на речку, начала тонуть. Ее пытался спасти один из мальчиков, но не получилось. После этого испуганные дети убежали и несколько часов не сообщали о трагедии. С начала года в регионе утонули уже 16 человек. Безопасность на водных объектах стала темой совещания в управлении МЧС по Брянской области. Как не допустить роста трагедии, решали спасатели и представители власти. Встреча прошла по инициативе правительства Брянской области. Провели совещание начальник регионального МЧС Вадим Уваркин вместе с заместителем губернатора Николаем Щегловым. К обсуждению проблемных вопросов были привлечены руководители районов, замы глав по социальным вопросам, председатели комиссии по чрезвычайным ситуациям и оперативно-поисковых бюро, сотрудники ГИМС и другие. Как отмечалось всего с начала года, на водоемах области утонули 16 человек. С 1 июня 11, из них один ребенок. Участники совещания подчеркивали, что наибольшее внимание необходимо уделять профилактическим мероприятиям, нацеленным в первую очередь на безопасность детей на водных объектах. Одной из мер будет проведение родительских собраний. Каждый родитель каждого ребенка, то ли он посещает детский сад, то ли школу, то ли техникум, то ли он учится в ВУЗе, все должны быть предупреждены. Там, где вы не доведете информацию до родителей детского сада, школьников, техникум и ВУЗов, под роспись. Ситуация напряглась. Если вы не исполните этот приказ, отвечать придется перед прокуратурой. Николай Щеглов поручил директору департамента образования Владимиру Оборотову лично предоставить информацию от каждого образовательного учреждения о проведении родительских собраний. Еще одна причина гибели на воде – это пьянство. Как было отмечено, в 70% человек тонет в состоянии алкогольного опьянения, а если это происходит в необорудованных для купания местах, вероятность печального исхода – 100%. В подтверждении тому трагедия на воде, произошедшая в минувшие выходные в Брянске. На территории пляжа Жадовокзал Брянск-1 было обнаружено тело. Там происшествие случилось выше по течению. Труп проплывал за территорией пляжа, был обнаружен на акватории, за акватории пляжа был обнаружен отдыхающими и подтащен к берегу на территории пляжа. То есть происшествие случилось не на территории пляжа. Необорудованных мест для купания в области немало. В лидерах здесь выгонический район, где по большому счету стоит запрет на купание. Комиссии в районе выезжают на водоемы, какое-то слежение за соблюдением порядка есть, однако проблема остается. Либо вы давайте пляж водите в строй, как положено. Единственный район в области остался, который не выполняет решение, ни оперативное освещение, ничего вообще. Либо давайте активизировать работу по запрету купания. Пусть выгонический район, а люди есть в другое место купаться. Жирятинский район, пожалуйста. Делайте информацию, куда выезжать в Жирятинский район, зловой администратор созванец, и пусть туда ездят, если вы не в состоянии это сделать. По итогам было предложено проводить профилактические мероприятия, разъяснительные беседы с родителями, решать вопросы с несанкционированными пляжами, продолжать работу по патрулированию водоемов. Сразу несколько случаев наезда на пешеходов на зебре произошло накануне. 29 июня около 14.30 20-летнюю девушку сбил автомобиль на пешеходном переходе на улице Калинина на набережной. С черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и многочисленными ушибами девушку отвезли в больницу. На следующий день на улице Фокина возле дома номер 35 водитель Митсубиши Паджеро также на пешеходном переходе сбил 30-летнюю женщину. С закрытой черепно-мозговой травмой, рана и лба, ее доставили в больницу. По обоим инцидентам проводится проверка. Из-за большого количества аварий советский район ИСУ запретил деятельность ООО «Сатурн-Брянск». Областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу. Как комментируют такое решение представители диспетчерской службы «Сатурн» в нашем сюжете. Как известно, громких трагических аварий, в которых главные фигуранты-таксисты, в Брянске происходит немало. Виновниками ДТП становятся водители самых разных известных брянских фирм, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа. Более трех месяцев назад советский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о запрете ООО «Сатурн-Брянск» заниматься деятельностью легкового такси, перевозить пассажиров и багаж. С таким решением компания осталась не согласна. В областной суд была направлена апелляционная жалоба, которая осталась без удовлетворения. Данное решение, оно никоим образом не способствует и не будет способствовать повышению безопасности движения на дорогах Брянска и Брянской области. Суд не принял во внимание доводы апеллятора о том, что ответственность за перевозку должен внести именно перевозчик, который перевозит пассажира, но никак не информационная служба. «Сатурн» безусловно исполнит данное решение, поскольку оно с сегодняшнего дня вступило в законную силу, но полагаю, что дальше пойдет обжаловать его в конституционном порядке. Можно ли надеяться, что закрытием компании ДТП станет меньше? Ведь оставшись без работы, водители того же «Сатурна» отправятся в другие фирмы, а многие и сейчас работают одновременно на несколько служб заказа. Должна ли за это нести ответственность диспетчерская служба? Ведь, по сути, в ее обязанности входит только сбор заявок и передача их самим таксистам через коммуникатор. Если говорить о «Сатурне», то, как нас заверили в самой компании, доступ к базе данных имеют исключительно легальные перевозчики, которые и оказывают эти услуги. Собственных автомобилей у «Сатурна» нет. По аналогичной схеме работают все диспетчерские такси Брянска. Какая из них будет закрыта следующей? По логике вынесенного решения, Брянск рискует остаться без служб заказа такси. Однако, как стало известно позже, компания не думала сворачивать свою деятельность. Сменив название и уверяя, что лишь оказывает круглосуточные информационные услуги перевозчикам, такси «Сатурн» продолжает череду аварий. Так, возле ТРЦ «Бум-Сити» на перекрестке улиц 3-го интернационала и 22-го съезда КПСС опять произошло ДТП с участием такси «Сатурн» и «Тойоты Короллы». Правда, кто из водителей виноват, еще предстоит выяснить. О пострадавших не сообщается. 28 июня на Брянскую область обрушился ураганный ветер, сильным дождем и градом. Кто-то порадовался долгожданной прохладе после жары, но не обошлось и без неприятных последствий. В результате непогоды в областном центре оказались затопленными многие улицы и дворы. Также были повалены десятки деревьев. Одно из них упало на территорию детского сада номер один «Гуси-Лебеди» в городе Сельцо и раздавило уличную беседку. К счастью, никто из малышей и воспитателей не пострадал. Однако для ликвидации последствий стихии в Сельцо были привлечены тульские спасатели. В результате сильного дождя и грозы в городе оказались повалены около трех десятков деревьев. Некоторые упали на крыши домов. Сотрудники МЧС занимаются распиливанием и уборкой упавших насаждений. Пострадавших нет. Специалисты напоминают, что во время грозы необходимо отключить электроприборы. Если непогода застала вас в дороге, лучше остановить транспортное средство. А если вы оказались в лесу, укрыться нужно под низкорослыми деревьями. Помните, мокрые вещи притягивают молнию. Позвонить в Центр управления в кризисных ситуациях Главное управление МЧС России по Брянской области и обратиться за помощью можно по телефону 01 с мобильного 101 или 112. Безопасность на дорогах, борьба с нарушениями, помощь автолюбителям и пешеходам. Все это каждодневная работа госавтоинспекторов, которые 3 июля отметят 80-летний юбилей образования службы. Служба ГАИ ГИБДД празднует свой юбилей. Официально датой образования Государственной автомобильной инспекции считается 3 июля 1936 года. В этот день Совет народных комиссаров СССР специальным постановлением утвердил положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабочей крестьянской милиции НКВД. С течением времени изменялись средства достижения результатов, но цель оставалась одна – сохранение жизни и здоровья людей, то есть сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. Для повышения престижа сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения внимание всех подразделений службы сконцентрировано на борьбе в первую очередь с грубыми нарушениями ПДД. Разработаны дополнительные меры по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. Сегодня в своей работе Государственная инспекция безопасности дорожного движения города Брянска использует самые современные средства техники и радиосвязи – специальные средства. Выполняя свои непосредственные функции по обеспечению безопасности дорожного движения, сотрудники городской ГИБДД активно участвуют в борьбе с преступностью. Многие инспекторы с честью выполняли и выполняют свой служебный долг в горячих точках. Офицерами полиции ведется активная пропагандистская работа. Во всех школах областного центра созданы и работают отряды юных инспекторов дорожного движения, которые принимают активное участие в проводимых профилактических мероприятиях. Сегодня сотрудники Брянской госавтоинспекции ежесуточно несут свою нелегкую службу по обеспечению безопасности наших граждан на улицах и дорогах. Им, в силу специфики службы чаще, чем представителям других, в прошлом милицейских, в настоящем полицейских служб приходится сталкиваться с вооруженными правонарушителями или просто несознательными гражданами. Вся деятельность сотрудников ГИБДД происходит на виду у людей, и поэтому авторитет полиции на сегодняшний день в немалой степени зависит от работы сотрудников госавтоинспекции, который исполняется 80 лет со дня образования. Мы поздравляем всех сотрудников ГИБДД и ветеранов службы с профессиональным праздником. Пусть наш город будет безопасным. Сегодня в рубрике «Правовой аспект» мы по традиции задали три вопроса прокурору. Кто такой понятой? Понятой – это совершеннолетнее физическое лицо, привлекаемое для удостоверения факта, хода, содержания и результатов следственного действия. Лица, привлекаемые в качество понятых, должны обладать способностью воспринимать, запоминать и воспроизводить информацию, полученную при участии в следственном действии. Понятой существует только на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, как гарантия достоверности содержания протоколов следственных действий, производимых следователем или дознавателем. В судебных стадиях понятой может участвовать в качестве свидетеля и давать показания о порядке производства процессуального действия, в котором он участвует в качестве понятого. Компенсируются ли понятому расходы, понесенные в связи с участием в уголовном процессе? Понятому обеспечивается возмещение расходов, понесенных в связи с участием в ходе предварительного расследования. Безусловно, указанные на расходы должны быть подтверждены соответствующими документами. Речь идет о расходах, понесенных в ходе производства по уголовному делу, которые взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета, как процессуальные издержки. К ним относятся затраты, связанные с явкой к месту производства процессуальных действий и проживанием, например, расходы на проезд, наим жилого помещения и так далее, а также возмещение дополученной заработной платы. Несет ли понятой ответственность за разглашение данных предварительного расследования? В случае необходимости сохранения информации о следственном действии в тайне, следователь или дознаватель предупреждает понятого о нетопустимости разглашения данных предварительного расследования, ставшими известными понятому в связи с участием в производстве по уголовному делу, о чем у него отбирается соответствующая подписка. За неисполнение понятым названной обязанности в уголовном законе предусмотрено наказание в виде ареста сроком на 3 месяца. Кроме этого, в случае уклонения от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, понятой может быть подвергнут мерам уголовно-процессуального принуждения, таким как обязательства явки, привод и даже денежного взыскания. И на сегодня это все. Цените свою безопасность, как самое главное ваше право. До встречи! Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов. Специалисты салонов красоты «Бигуди» знают, как всегда, выглядеть красиво. Весь комплекс парикмахерских услуг, ногтевой сервис, наращивание волос и ресниц, визаж, грим – ваша красота. Наша работа! Одежда ведущим предоставлена магазином «Оджи» «Бум-сити», второй этаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова